Так, о, все, прямой эфир. Мы переходим к восьмой главе. Восьмая глава, значит, притчи царя Соломона. И в седьмой главе мы разобрались полностью с женщинами, со всеми опасностями, ухищрениями, уловками, которые они используют для того, чтобы совращать мужчин. Но не только женщины, то есть это и Ецерара, и Ецерара это злое начало. И мужчины, наверное, такие тоже есть, которые женщин совращают. Ну, наверное, да. Значит, сейчас у нас мы переходим к восьмой главе. Восьмая глава, она, значит, вообще пока начало о другом. Начало пока такое. Алло хахма тикра утвуна титен кула. Значит, он еще раз нас возвращает, возвращает нас царь Соломон, всем привет. Он нас возвращает к тому, как работает голова. То есть, в принципе, надо понять вот конкретно, что человек, он состоит из набора функций. Вот набор, реальный набор функций. Да, есть мышление. Вот мы привыкли к мышлению. Там, я мыслю. Что значит я мыслю? Вообще непонятно, что значит я, что значит мыслю. То есть, это все, а если мы возьмем, вот вдуматься, да, слова я мыслю. Эти слова-то я один звук и мыслю, ну там еще два звука. Что они вообще выражают? Непонятно. То есть, каждый человек, он словами выражает какую-то мыслительную конструкцию, вообще непонятно какую. И другой человек хватает эти звуки, у него они внутри преобразуются в какую-то другую конструкцию. Очень все непонятно. Теперь царь Соломону нам объясняет, Шлома Милах, Тора нам объясняет, как все работает. Он говорит, алло, хохма текра. Значит, вот ведь он говорит, и тыс виздом колен, что вот виздом, виздом это мудрость, а хохма это божественная мудрость. То есть, есть Бог, который сотворил мир. Он его сделал, я когда-то задумался, а вот почему человек там две руки, две ноги, там нос, глаза, волос, почему он такой? Бог так сделал. То есть, он сделал. А почему горы такие, а почему цветочки такие, а почему пять лепестков там или нет? Вот он так сделал. Есть кто-то, кто все это сконструировал, и это вот тот, кого называемый Бог. И он сообщил божественную мудрость, как он это сконструировал. То есть, есть у любого фильма, например, или компьютер, или там, для меня, ну, дико удивительно, как через интернет идут огромные объемы информации. Как идут все эти фильмы, как этот телеграмм там, как идет в инстаграме, я сегодня утром побегал, я побегал утром, потом я нажимаю на кнопку, и идет эфир. И люди во всем мире, у них этот, который в телефоне, именно в этой программе, одной из многих, они видят, что я где-то там в Киеве начал говорить, они нажимают кнопочку. У меня 100 там этих, ну, сегодня было 150 человек сразу в прямом эфире меня слушают, одновременно мне пишут, я могу любого из них включить, с ним поговорить, и он меня видит. Как? Как это все? И все это, а у меня в руках маленькая коробочка, ну как? И это не чудо, это не чудо, это технология, это конкретная структура, это конкретная система. И весь, если люди смогли создать вот такую конкретную систему, которая выглядит чудесной, значит, Бог создал мир, который, это тоже структура, это тоже система. И он создатель этой системы, и он нам сообщил в божественной мудрости хохма, как система работает. Вот это хохма. И божественную мудрость, ее придумать нельзя, ее можно только получить. И как нам объяснял Малдон, тут вот есть нюанс, есть еще и аксиомы, такие как, ну, аксиомы там научные какие-то, да? Вот Эйнштейн открыл там закон, как он открыл закон? Относительности, да? Теория относительности. То есть есть законы, которые управляют этим миром, а хохма, божественная мудрость, это законы, которые касаются только добро и зло, хорошо и плохо. То есть это что такое хохма? То есть Бог в этом мире, который он весь создал и структурировал, он какие-то вещи почему-то назвал добром, а какие-то назвал злом. И вот хохма, она именно только к этой части относится. То есть она не к всему относится, а именно что добро, что зло, что можно делать, что делать нельзя, это божественная мудрость. И человек придумать это не может, это создатель мира, он так это сказал, что хочешь, значит, хочешь жить по моим законам, вот соблюдая их. Это добро, это зло. Понятно, да? И вот эта хохма, она взывает, здесь написано, вот ведь хохма, божественная мудрость, она взывает. Текра, это она зовет, то есть она идет оттуда сверху и она зовет, то есть ее нельзя придумать. Она просто идет от создателя мира. Теперь, утвуна титен кола. Дальше это хохма, все умы эти, заходят в голову. И дальше есть качество ума, которое называется твуна. Твуна это от слова ливнот, строить. Это как строить? Бина это твуна, бина, это качество ума, один и тот же корень. Корень это ливнот, строить. Но есть слово бина, это когда ты берешь какую-то целую вещь и выводишь из нее другие вещи. Это называется бина. Твуна, твуна это когда ты берешь маленькие какие-то вещи и соединяешь их в большую картину. Например, вот Бог сказал, что надо соблюдать шаббат. Шамор везахор, сохраняй и помни. Значит, это значит, что мы должны изучать законы шаббата. Ну, например, чтобы, то есть Бог-то сказал, его соблюдать, это закон, это как бы хохма. А бина, что такое бина, это из этого знания вывести какие-то выводы, логические выводы, понятно, да? То есть мне, чтобы соблюдать, мне надо изучить? Надо. Надо понять? Надо. Надо. Чтобы понять, мне нужно найти человека, который знает, да? Услышать его надо? Надо. Переспросить надо? Надо. То, что он сказал, запомнить надо? Надо. Вот все вот эти вот выводы, это бина. И они уже идут изнутри. То есть я взял одну фразу, из нее вывел множество выводов, понятно, да? Поэтому в первом отрывке восьмой главы он говорит так, что хохма, божественная мудрость, она к тебе взывает, а твуна, она изнутри дает свой голос. То есть вот эта логика, это твоя внутренняя функция ума, которым ты должен научиться пользоваться, но которую ты должен всегда понимать, что бина это твое. Это нет, ты не можешь сказать, что бина это истина. Бина это субъективная реальность. Хохма это объективная реальность, которую Бог дал. Понятно с этим, да? Дальше Значит, она, вот эта божественная хохма, она идет с вершин, с вершин высот, она идет, и она идет на большие пути. То есть вот эта хохма, она нам сказала такие магистральные, например, есть шаббат, вот если мы возьмем шаббат, есть 39 видов работ, запрещенных в шаббат. Значит, эти 39 видов работ, запрещенных в шаббат, они в торе перечислены, и, значит, их нельзя делать в шаббат. Все, это хохма, божественная мудрость. Понятно. Теперь пришли мудрецы, и они, значит, так как они знали все эти 39 видов работ, они знали конкретно еще все 613 заповедей, они знали всю письменную тору и всю устную тору. То пришли мудрецы, и они сказали, это уже начинается бина, да, они начали строить здания, потому что написано, и делайте ограду для закона, и они начинают строить здания, да, вокруг этих 39 видов работ. Написано, что нельзя выполнять работу копать, копать яму, ну, например, да, выкапывать ямы. Теперь, но не написано, что нельзя брать землю для того, чтобы просто брать землю. То есть, я же, когда беру землю, я же яму не выкапываю, то есть, выкопанная яма, это следствие того, что я брал землю. Но мне-то яму не надо выкапывать, то есть, у меня не было намерения выкопать яму. Теперь, если брать по букве закона, по хохма, божественная мудрость, то такое действие шаббат не запрещено, представляете? То есть, вот, казалось бы, если я выкапывать яму, запрещено в шаббат, это прям запрет Торы, а брать землю разрешено. Теперь, если я со своим намерением, точно я знаю, что яма мне не нужна, я беру себе землю, а второй человек смотрит на меня и говорит в шаббат, о, он яму копает. Я ему говорю, нет, я яму не копаю. Он говорит, как ты яму не копаешь, ты яму копаешь, я вижу, вот яма. Он говорит, нет, я землю беру. Бог знает конкретно намерения каждого, и он знает, что этот реально брал землю. Он знает, что он яму не копал. Ну, то есть, для Бога, очевидно, Бога ты не обманешь, потому что Бог, он внутри находится, и он знает все намерения твоего сердца. Но какая была бы путаница, представь, то есть, один говорит, ну, а кто-то со стороны смотрит ребенок и говорит, а что он мне говорит, яму нельзя копать. Вон раввин, яму копает. А раввин просто землю брал, ему земля понадобилась вдруг. Ну, там, он хотел посыпать там, что-нибудь взять отсюда и насыпать там. Была бы огромная путаница. Мудрецы, которые понимали, как работает мозг человека, и которые знали, что нужно строить ограду для закона, они сказали, все, нельзя вообще, то есть, что нельзя? Яму копать, что нельзя землю брать. И даже нельзя лопату трогать, на всякий случай. То есть, вообще, лопату не трогать, это мукция, это вещь, запрещенная в шаббат. Оп. И они создали ограду для закона. Это называется уже качество бины. Значит, еще раз. Хохма, божественная мудрость, идет с неба. Значит, и она определяет глобальные пути. И дальше бет нэтивод нэцава. И дальше она, значит, установится на маленьких дорожках. Так я понимаю. Как переводят? При дороге на распутье. При дороге на распутье. То есть, она тогда, если у тебя есть хохма, если у тебя есть аксиомы, то есть, ты загрузил свою голову аксиомами. И у тебя вот эти вот глобальные твои, ну, как бы основные вещи ты взял из Торы, да, которые управляют твоим мышлением. Вот я как раз сегодня думал, насколько важно человеку понимать, что важно, что приоритетно, что самое главное. И уметь вот эти вот главные вещи выделять. То есть, если ты Торой выстроил себе главные вот эти вот краеугольные направляющие, которые определяют твои решения, твои мысли, тогда, как мы учили уже в первой главе, что в третьей главе, То есть, если ты берешь их глобально, вот эти вот главные твои схемы, ты выстраиваешь по Торе, тогда на всех твоих перепутях ты будешь задавать вопрос, секундочку, это главное или это второстепенное? И ты будешь, как бы, возвращаться к главному, к источнику, и оно будет выпрямлять все твои решения. Понятно, да? Теперь дальше. Лият шаарим лефи карет мэво птахим тарона. Значит, возле ворот, возле ворот вот этого города. И возле входов она будет говорить. Значит, здесь идет речь о чем? Значит, если читать просто так, непонятно, какие ворота, какие города, какие входы там и так далее. Но если, опять же, если мы смотрим детально, то в этом мире вообще ничего не понятно. То есть, как только ты смотришь на вещи детально, то непонятно. Как только ты расширяешь взгляд, то есть, берешь, как этот, знаешь, объективом, расширяешь, и в объектив ты вводишь предыдущую главу. О чем говорилось в предыдущей главе? О женщине, которая тебя совращает, которая в темноте, вечерами, стоит она там возле углов каких-то и так далее. А здесь говорится о божественной мудрости, которая, она, значит, у ворот города, возле входов она вещает. То есть, получается, интересная вещь такая, что когда человек живет, и он использует вот эти вот правильные такие мысли, да, мысли Торы, тогда он может совершенно спокойно, громко, при белом свете говорить, объявлять, там, ничего не скрывать и так далее. То есть, как только ты уходишь с прямого такого честного пути, тебе постоянно приходится, ну, какие-то, в общем, ты попадаешь в скользкие, запутанные ситуации. Жизнь и так очень скользкая и запутанная. То есть, за предыдущие поколения люди наворотили такого, что просто капец, сколько они наворотили. Сколько там придумал Карл Маркс коммунизм, и сколько людей в этот коммунизм нырнуло, и сколько у людей запрограммирована голова коммунизмом, последствиями коммунизма, антикоммунизмом, там, социализмом, и все, что родилось, как было гнилое такое зерно, вирусная программа в голове одного Карла Маркса, сколько оно дало сорняков в мышлении людей. То есть, представьте, насколько, сколько людей заражено вот этими вирусами и антивирусами, то есть, что коммунизм, что антикоммунизм. Это все следствие сорняка, который вырос в голове у одного человека. От этих сорняков множество, то есть, все вот эти вот течения, там, хиппи, панки, ICDC, олимпийские игры, фигурное катание, там, компьютерные игры, там, столько всякого бреда за последнее время выдумано именно сумасшедшими. И оно дальше распространяется вот так. И весь мир, он полон неадекватных людей вообще, которые живут в полностью придуманной реальности. Теперь, человек, человек, который, и эта придуманная реальность, она цепляет мышление, особенно детей, подростков, то есть, они просто и ныряют в эти Гарри Поттеры, и они живут в эти Гарри Поттеры. А что такое Гарри Поттер? Была какая-то, ну, женщина неадекватная, да, которая, ну, реально она была неадекватная женщина, это Роллинг, ну, Джоан Роллинг, женщина, которая с мужем развелась, уехала куда-то там, она вышла за кого-то испанца замуж, потом она от испанца этого тоже уехала. Какая-то, ну, такая полностью запутанная сидела она, значит, без денег и думает, все, у меня этот мир, в котором я, ну, не смогла реализоваться, ни как мать, ни как женщина, ни как никто, меня он не устраивает, я уйду в придуманный мир, я придумаю сейчас придуманный мир волшебников, Гарри Поттеров, придумала она какую-то сказку, и сидела, она придумывала, 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 потом бах, издатели говорят, слушай, ну, не пойдет эта твоя придуманная реальность, не пойдет. А какой-то издатель посмотрел, говорит, слушай, а мы продадим, давай, давай напечатаем, две тысячи книжек точно продадим. Напечатали две тысячи книжек, а люди прочитали, прикольно, слушай, а им тоже было, видно, скучно в реальности настоящей. Они дык нырнули в эту реальность, и хорошо продали две тысячи книг. Потом заметили сразу издатели более серьезно, они говорят, слушай, да мы бабла поднимем нормально сейчас на этом Гарри Поттере, значит, и давай, то все, и пошло, поехало, создали такая шумиха, да, и все. Все, это просто захватило умы миллиардов людей. Тут другие серьезные люди, которые, как Гарри Вайнштейн, такие продюсеры, все знают этого, сейчас все против него, за то, что актрисы, значит, все актрисы, это было понятно, этот анекдот, как получить роль в фильме, он еще известен со времен 100-летней давности, когда в Одесскую консерваторию заходит женщина и говорит, где у вас тут диван, на котором прослушивание, певиц, ну, то есть, это самое. Так это всегда было, то есть, понятно, что актрисы, певицы у них, ну, то есть, как они роли получают. Тут вдруг все вспомнили, 20 лет назад он, значит, меня изнасиловал, а как? Ну, он меня насиловал в течение двух лет, когда давал мне роли постоянно, а что ж, а вы да говорили? Ну, да, я тогда говорила да, но мы, да, это не было да, это было изнасилование. Все, ах, он насильник оказался теперь вдруг, да? Ну, что это такое вообще? И вот такие вот люди, как он, я не говорю, что он правильно себя вел, ни в коем случае, я не говорю, что он правильно себя вел. Он был частью этого мира, в котором ходят все, красная дорожка, все вот эти вот женщины, а вот посмотрите, там, красная дорожка, Каннский фестиваль, а вот смотрите, какая она крутая актриса, а что в ней самого крутого? Она же без беля нижнего вышла на красную дорожку. И все газеты об этом пишут, все, а потом, а он, оказывается, насильник оказался. Все это одного поля ягоды, это все люди, которые живут в придуманном мире, которые портят мышление остального мира. Теперь, значит, но если человек живет по Торе, у него все просто и понятно. Он утром проснулся, он сказал, Моде Анили Фанеха, благодарен я перед тобой, Шейхизар Таби, что ты в меня вернул мою душу. Все, велика моя вера в тебя. Все, значит, я рад, вернул мне душу. Дальше, чем мне дальше делать-то? Дальше ты идешь, не тела тебе даем, помыл руки, потом ты идешь, сказал благословение, там такое, такое, такое. Сто благословений ты сказал, пока ты только еще из дома вышел, ты уже за все Бога поблагодарил. За одежду, за то, что ты ходишь, за то, что ты все поблагодарил. Пришел, помолился, после молитвы поучился, покушал, опять помолился. Пошел, поработал, все понятно, простая, понятная жизнь. И вот мы дошли до третьего отрывка, что это то, что он имел в виду, что когда ты живешь по Торе, то ты прямо можешь идти по прямым путям, в воротах произносить все. То есть тебе нечего скрывать, нечего бояться. Все, значит, мы на сегодня 19 минут прошлись до третьего отрывка. Значит, о мен, I call to you. Давайте еще четвертый посылок, я на английском его скажу. О мен, I call to you, my Christ to all mankind. Он говорит, вам я, люди. О мен, это, ну, как бы, обращается к мужчинам. К мужчинам в основном он обращается, потому что... По-русски эй-мужик. По-русски эй-мужик, да, это подсказывает. То есть перевод такой, эй-мужик, я к тебе обращаюсь. И мой голос ко всем людям, он обращался ко всему человечеству. Царь Соломон, он был мудрейший из людей. И интересно, что он создал, то есть его способ мышления, он тоже перешел, получается, на большую часть человечества. Потому что вот эта книга, притчи, она входит и в христианскую Библию, и царь Сулейман, это для мусульманских народов, для всех исламских народов, он является тоже мудрейшим из людей. То есть, получается, то, что мы сейчас изучаем, его ход мысли, да, это великая мудрость, которая, она, нельзя сказать, что она родилась в его голове. Это как раз то, что мы сейчас прочли в первом отрывке. То есть, он ее получил. Он, Мишля, с чего начинает? Притчи, значит, он начинает, откуда он взял это? Давайте вернемся к первой главе, вот посмотрим, откуда он это взял. Первая глава, он вначале представляется. Притчи, примеры, это не притчи, Мишля, это слово, это примеры. Шлома, сына Давида, он сразу говорит, я царь Соломон, сын царя Давида, пророка, который всю жизнь служил Богу. Я получил это от папы. Мелых Исраэль, царь Израиля. И я царь Израиля, а вокруг меня все мудрецы, то есть царь Израиля, это Израиль. Интересно, вот мы сейчас, недавно меня кто-то спросил, он говорит, подожди, государство Израиль, это государство, названное в честь человека Якова, которого звали Израиль. То есть, получается, государство, оно носит имя одного человека, как его звали Израиль, Исраиль. И это его имя было, да, просто был человек, звали его Яков, потом он получил имя Израиль. Сейчас есть народ, бне-Исраиль, сыновья Израиля. Народ Израиля называется сыновья Израиля, сыновья одного человека. и государство называется Израиль, то есть именно вот оно, вот он это был человек, сейчас есть государство, интересно это, а Шлома был царь Израиля, он был царь над всем Израилем, получается, что он получив вот эту мудрость, он ее дальше через примеры, примеры это уже бина, это уже он выстроил, внутри себя выстроил примеры, которые понятны, были тем людям, которые в то время его окружали, сейчас мы пытаемся понять его примеры, и я через свои примеры пытаюсь это передать, и каждый, услышав мои примеры, взял себе что-то и вставил на свою, в строительную площадку своего интеллекта, вставил на свою площадку и что-то у каждого осталось, теперь, понятное дело, что то, что у каждого осталось, и то, что я передаю, это не то, что имел ввиду царь Соломон, а что это, это каждый себе построил что-то, но дай Бог, чтобы мы уловили вот эти вот крупицы божественной мудрости, которые, которые все-таки он хотел передать, но она такого высокого уровня, что ее как бы поймать очень сложно, но тот, кто хочет, он нас научил, да, тот, кто ищет божественную мудрость, как другие ищут серебро и золото, ему Бог открывает, то есть ему сам Бог за то, что человек хочет понять божественный замысел, ему сам же Бог и открывает, это тоже мы уже узнали из Мишли, как раз из третьей главы, что тот, кто ищет божественную мудрость, как серебро и как сокровище, тогда ты поймешь и трепет перед Богом, ведаат элотим тимца, и ты, как бы, познание божественное ты найдешь, тиашем, тиашем нутен хахма, Бог дает эту божественную мудрость, и сейчас будет праздник Шавот, он называется Матан Тура, кстати, интересно, вот пару минут еще осталось, сейчас будет, в ближайшее воскресенье, будет праздник, называется Шавот, дарование Торы, то есть сам процесс, когда Бог дал Торы, называется Матан Тура, как подарок, то есть Бог дает Тору, дает божественное знание, это как подарок, но кому он дает? Тому, кто хочет получить, то есть за то стремление, то, что ты ищешь, там, слушаешь Ицкаака, слушаешь там еще кого-то, читаешь какие-то книги, молишься, просишь Бога, я хочу понять, как, вот я молюсь уже, кстати, интересно, я почти 20 лет молюсь в каждой молитве, я прошу, чтобы Бог мне открыл, как работает мир, прям конкретно, прошу в каждой молитве, три раза в день молитва, у меня там есть, я когда-то услышал, причем на арамейском языке, говорят, что есть ангелы, которые не пропускают молитвы, то есть, когда человек молится, это не факт, что его молитва доходит, потому что там есть целая система, которая может останавливать его молитву, ты просишь, а Бог может, она просто до Бога может не дойти, потому что, например, тебя кто-то просил, а ты ему отказал, та мера, которую человек меряет, меряют ему, то есть ты ему отказал, ему отказал, ему отказал, а тут ты просишь, секундочку, Или, например, есть ангелы, которых ты сам же создал своими поступками, там целая система, почему молитвы не доходят. Но я в одной книжке читал, что если на арамейском языке просить, ангелы не понимают. Есть язык, которым, да, лайфхак. Лайфхак. И я прошу, чтобы на арамейском языке звучит так, что тагели раза де мильта. Раза это тайна вещей, суть вещей. Я прошу все время, чтобы он открыл мне все тайны. И он мне постоянно открывает тайны. Вообще, слава Богу, Баруха Шем. Значит, и сейчас будет праздник Матан Тора, дарование Торы. И мы должны в этот день просто быть готовы принять этот подарок. То есть Тора всегда, вот это высшее знание, божественное знание Хохма, оно всегда идет как подарок. Но ты этот подарок, когда ты его ищешь, Бог тебе дает. Не ищешь, не дает. Все, друзья. Каждый делает свои три вывода. Давайте. Три вывода своих личных. Что вы для себя поняли? Что вы для себя? Три ваших вывода. Вот эти вот кирпичики знания, которые вы хотите вложить на свою строительную площадку своего ума. Каждый делает три вывода. Я делаю выводы какие? Что надо учиться и надо божественную мудрость распространять. Это мои выводы. И опасаться надо женщин, которые неправильные. И чужих мудростей. Потому что они забивают голову. Поэтому нужно только Тора и все. И бегать. А если на русском просить, они ангелы понимают? Бог понимает. Ангелы понимают русский или нет, я не знаю. Но, значит, лучше просить на своем родном языке. То есть, нужно использовать, смотрите, нужно использовать все методы. То есть, все методы надо использовать. Просить на русском. Кто знает английский, добавлять на английском просьбы, чтобы было понятно. Вдруг пройдет в этот день английский. Значит, на иврите, на арамейском. Давать в это время очень классно. Давать сдаку. То есть, когда ты даешь милостыню кому-то или откладываешь какую-то денежку, чтобы потом даже кому-то передать, то ты в этот момент создаешь, создаешь, как бы, такую реальность, при которой ты помогаешь кому-то. И Бог помогает тебе. Очень классно. Крутейший, прямо, лайфхак. В молитве вначале попросить за всех, кого ты знаешь, что ему нужно то же самое, что нужно тебе. То есть, ты в этот момент просто становишься, как бы, проводником. Да, то есть, ты обычно, когда человек за других просит, то ангелы удивляются. Вот он не эгоист такой, да. Ты попросил за других, а потом просишь за себя. Это очень важно. Там есть много других лайфхаков. То есть, может быть, если вы напишите, что хотим урок про молитву, сделаем отдельный урок про молитву. То есть, есть очень много, что можно сказать про то, как правильно молиться, как благодарить Бога, как просить Бога. В общем, всем удачи, успехов. Напишите три вывода в своих комментариях. И до завтра. Все, удачи, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok